Я практически уверен, что в нападении игру начнёт Ярик Гарин. А Витя за врачом пошёл, да? Один живой, что с родителями. Выдели все украинские. С одной стороны, катастроф вроде бы нет. Позитивный прогноз месяц, негативный прогноз, ну, соответственно, шесть. Да, Ярик, привет. Привет, Маш. Ну, получше, ну. Пожалуйста, потихонечку начинаешь тренироваться. Ещё момент. Последняя надежда. Машина сказала разминаться Ярику Гарину. Ну, что ж ты не попал-то, Ярик. Чтобы было красиво. Привет. С днём рождения. Спасибо, сыночек. Счастья, здоровья, удачи, чтобы всё было нормально. Чтобы Тёма с папой тебя радовали. А ты? Ну, я далеко. Понятно. На чём магазин ходил? Ну, купить чай, блины. За продуктами? Угу. А что ты за блины покупаешь? Вкусные. Вкусные из чего, мама? Да нет, конечно, не вкусные. Надо, наверное, вам нажарить и передать. Да, мам, ещё блины мы не передавали с Мариуполя в Москву. А чё? У вас таких нету. Чуть ли она не звонила? Ситуацию, знаю, всё политическую. Тогда ей позвоните. Политическая непонятная ситуация. Да. Да, он вчера выступал и сказал, что Украина делает всякие диверсии, всё, а у него задают вопрос, но вы будете вот гражданам Украины что-то предпринимать? Он говорит, нет, мы только либерализуем, или как-то, он какое-то слово такое сказал. Всё для того, чтобы кто хотел, получал гражданство России и жил в России. Так что будем все жить в России с собой. Да. Мечты сбываются. Ладно. Не надо только плакать. Пока. Давай. Здорово. Хочешь, подошли сюда. Интертеймент наш. Сделаем. Это интеграция с Фумой, и у них была такая идея классная. Когда забивает игрок, он радуется в стиле известного футболиста. Егор, давай, иди. Ты когда-нибудь показываешь, что делаешь? Эй! Эй! Нет. Эй! Эй! Ты ебашь, ебашь. Ну что, пока ребята веселятся и снимают полурекламный ролик, я должен сказать, что у нас сегодня неожиданно на неделю продлится сезон. До Нового года мы сыграем ещё две игры, а не одну. Главное сейчас, конечно, это игра с командой БГН. Это один из стражилов первого дивизиона. Там есть подоплёка. Дело в том, что уже довольно холодно. Мы играем на новом стадионе, в стадионе с подогревом. Матч для нас гостевой формально. БГН-хозяева, они могли играть у себя на поле на Дубнинской. Но по правилам лиги, если одна команда готова платить за сезон с подогревом, собственно, играется матч там. Парни вас бухли. То как это так? Мы не хотим играть там. Всё, подыгрались и подстраивались. Но вот в чём между нас объявили, потому что мы ищем каких-то специальных условий, чтобы кого-то обыграть в чемпионате. Вот это абсолютный бред. БГН, бойся, мы идём. Мы тебя убьём, БГН. Да, слушаю вас. Нет, я предлагал вам перезвонить. Я не просил, это вам нужно. У Деда Мороза я бы просил, чтобы он взял у меня килограмм 50 лишнего веса, положил в свой мешок, подарил кому-нибудь, кто не может его набрать. Ой, вы ставите меня в тупик. Понятия не имею, кто вообще борется за пост президента Украины. Мы же не арикой не представляем, да? Не арикой вообще не представляем. Солнце будет. Мегаполис. Да, мегаполис. Все еду, которую вы здесь найдёте, это всегда ваша. Весь алкоголь, который здесь есть. Это всё Василий купил для вас. Обалденно, спасибо. До свидания. До свидания. Ярик в интернете. Пульсер ответил. Прочитал. Прикинь, сейчас догадается и скажет, что приехали. Мам. Мам, ты что не спишь? К тебе приехал. Мам, у тебя Ярик идёт. Чё так долго? Ой, знаешь что? Я у меня начинаю... Мне надо, наверное, что-то выпить успокоительное. У нас видела, когда? Два года назад. В 14-м году Ярик уехал, а в 15-м мы приезжали. Всё началось. Ты в лифте, а, музыка? Сюр, привет! 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 Ты пропускал. Заходи. Заплавился. А он не утром вообще пил, что он дома. Сердце. Слушай, он сейчас выскочит сердце. Даже меня трясёт. А тебя трясёт. Это большое спасибо твоему дорогому и уважаемому Василию. Ставь чашки, сыночек. Вот, по-моему, уж не ты ко мне в гости приехал, а мы к тебе. Команда. Команда начала с первых, с открытых дверей. А как, сыночка? Я же у вас одна женщина, пица моя. Мы на месяц приехали. На месяц? Ну, да. Ну, подарок тебе на Новый год. Да. Сынок, ты ступорь. Жесть, конечно. Вот это утро. В этом-то и весь прикол. Ну. Сюрприз удался. Угу. Сюрприз, первый этаж. Без кофе доедешь? Да. Сейчас, может, заранее просто приготовить здесь все. Еще там такой очень важный пункт. Если вдруг по какой-то причине переустройство, пожалуйста, сами этим не занимайтесь. Ситуации в жизни разные. Сказать, что вот с нами этого никогда не случится, ну, собаки эти очень ценятся в Китае и очень любят туда запирать. Не волнуйся. Сразу. Ты должен держать свои взрослые контакты. Астон. Правда, вроде как он должен сам освоиться, да? Он тупо лег на мою руку и освоился. А почему я-то виновата? Он серьезно блеванул? Да. Все, тише. Все, тише. Ты допьешь тут чай? Разбой подказать. Я не тадю, бахил. Ребенок, я тебе два раза спросил, ты пьешь тут чай? Да. Пошу тебе налевать. Алло, Дядьмиш, заняты? Миш, Миш, привет. Сосунки с рук вы подказали. Как жизнь молодая? Что-то наилюца. Это кто? Конечно, прям Ярика новая девушка. Это Иночка с Артемом с Мариуполя приехали. Хорошо, Миш, всем привет. Давай. Ой, спасибо, вы мои, позорненькие. Ой, футболисты. Купил вам пирожки, оболкаться. После игры будут вас ждать. Заползает мы. Какие-то вы мрачные, парни. Первый круг заканчиваем. Где Никита? Уже 25 минут от сбора. Давай, послушали, парни. В защите Коча и Мираб. Справа начинает кулить. Слева Леша Шлаков. В середине Акела и струн. Акела ниже, струн выше. И нападение Вани. Миша, сразу 4 выбираешь, кто разбирает персонально. Представляем все. Вот здесь вот без дриблинга. Вспоминаем то, что мы тренировали неделю. Но вратарь нехороший, поэтому моментами дрожит. Возможно, они будут так же, как фаворит играть. Даем отпор, мы мужики, вот сразу с первых минут. Чтоб не они нас завели, а мы сами завели. А что ты без этой, без куртки? Что ты без куртки? Здрасте. Здорово. Как жизнь? Здорово. Вечер. Долгый. Здорово. Жалко, футболиста, когда зимой. Ну это почти не зима, что здесь минус 3 градуса. Что вы, в самом деле. Я так шапку для понта надел больше. Я обещал, Маймирабу ее отдать, если он себе забьет. Все вместе, вы меня. Ребят, давайте подходим. Начинаем игру. Мы БГН. Команда достаточно ровный состав, есть лидер в центре поля. И поэтому они, в общем, опасны в любой игре. Посмотрим, что будет сегодня. Нет сегодня у нас Петя, у которого какие-то неперывидные обстоятельства, поэтому в центре обороны играет Мираб. Вот сейчас Мираб страховать должен. Уже, уже. Ну и, блин, шоу, мать. Нажимая голова. Пять один. Хорошо. Пока можно будет не одеть. Давай, пыльчик. Конечно, вперед. Вперед. Мяч штрафной. Ворот. Бьет. Ой, как здорово в перекладе нас острого угла. Мяч остался бы наш. Уходил за боковой, но курики его догнал. Такой ситуации, а загадка обычно струн. Давай, ну, клади же. Ну, как же так. Ну, ворот 2 метра. Ветри. Главой наших ворот, вот сейчас тоже важный момент, о котором подпишет Антон. Два защитника в центр и подает 10 номер, самый опасный. Вроде бы все разобраны. Ой-ой-ой, какая неточная передача. И удар, и Миша спасает. Вот на выходе из контратаки. Никого нет впереди, никто не побежал вперед. Это опасные моменты. Вот уже вторая атака подряд. Багаин заканчивается тем, что они прессингуют на нашей половине. Брат, нибудь, думай, ты в футбол изучил сыгры? Не думаю. Он, конечно, тебе не скажет, он же младший брат. Я верю, что он так думает. Хороший брат, да. Пробей, пробей. Ой, как хорошо. Вот это гореш. Вот это прекрасно. Дальний удар струна от штанги. Просто красавица. Девяточка. Почти девяточка. Совсем. Главой подадим. Кстати говоря, с левого фланга вот тот самый угловой, к которому мы готовились. Ну вот не разобрались уже. Мира ближе! Было близко. Ярик, Никита, готовься. Две минуты. Струн, заходи. Кулик один. Мираб еще шире. Коча уже. Блин, отбор. Хорошая килла. Молодец. У нас Ярослав вышел на поле. У него сегодня есть особую причину сыграть хорошо. Но на самом деле он и должен был бы сегодня уже играть. Здоровье ему позволяет. А мы рассчитываем на его голевое чутье. Неприятно, какая команда сейчас типа выиграет. И контратака струн, давай! Удары доведем. Нет, не попали в ворота. Яра за травму немного играет. Он немножко отдельно от команды существует, понимаешь? Ярик? Да. У него есть свои представления, как играет нападающий. А у нас два других форуда в центральной зоне играет строго. Ярик, ярик, ярик. У нас игрок. Леха в серединку, ниже струна. А ты не играешь 8 на 8? Нет. Тебе не серьезно? Ну у нас как-то не развито это. Не развито? Не подходит, смотри, протеки. В крайнюю надо справиться. Антон не очень доволен Ярославом. Он что, в свой футбол играет? Тебе все время Антон говорит, типа, сместись туда или там. Он же на основе сказал в центре, где там он стал. А он увидел и меня, и Мирава. Ладно, я так ворчу просто. Оп! У вас нападающих толку никакого вообще. Ваня вон в ворота попасть не может. Мирав, пробей, дорогой, пробей. Ты мне шапку отдать, Мирав. Подача неплохая. Мне бы очень хотелось говорить по гостям про команду БГН, потому что мы с ней поругались немножко в интернете. Но надо дать ей должное. Команда дисциплинированная и хорошая. У! У! Хью! Хью! Вот это хорошо! Вот это возьми! Это здорово! Струн хорошо отдал, да, получилось. А кто бил-то, Ваня? Ваня пытался пробить через себя, очень красиво получилось. Когда мы играли в Капотник, вот настолько выше перекладили. Последняя минута первого. А сейчас попал. Красота. Можно будет в Инстаграм выложить. Да. Леш, иди один. Чего? Вот углового-то не избавляйся от этого. Так же все, идем. Два раза, но чуть-чуть. Думаешь, что Никита не в курсе тут? Да я тупанул, ящик. Вместо кочи дай ему. Дай, дай куртку. Начали второй тайм. Ой-ой-ой, Мирабу досталось. Страшно неприятная ситуация. Головами ударились наш защитник и игрок. Оборотом так орать-то не надо. Айкил нарезает, короче, в центре теряет мяч. Сейчас 2 в 2, у них контратака, это может быть опасно. Получит желтую качку сейчас. Фалил абсолютно целенаправленно, не грубо. Сторвал атаку. Наверное, по вторую может схватить. Видели это вообще. Хорош, Леха. Здорово, мужчины. Поддал сопернику неглядей. Блин, рикошет. Нам повезло сейчас, просто повезло. Вот тот момент, от которого я боялся. Дальний удар, рикошет, и мяч прилетел в ногу, уже прыгнувшему дальше Миша. Счет 2-1, скользкий. Атак на наши ворота, не дать пробить. Очень важно. Это нарушение правил. Это довольно опасная близость от ворот. Пенальти, что ли? Ну вот, нам бьют пенальти. На удачу. С Аксиомой нам били пенальти, с Фаворитом нам били пенальти. И сегодня набьют пенальти. Три в четырех играх, последний. Миша! Пора, пора, Мишенька. Давай, Миша, спаси нас! 2-2, блядь. Спокойно. Был нужнее Нового года сейчас. Естественно, надежда на Ярослава. Так, неплохо. Ярослав, кто такой? Ой-ой-ой. Могла получиться красиво с разворота. Но рука же была, рука! Может, и не было. Точная замена! Струн попал, наконец. У него прыжок же, он валиболист. Это может показаться смешным. Но ребята, не очень эмоциональны на поле. И чтобы после гола кто-то подошел специально дать мне пятюню, это бывает очень редко. Мы ведем 3-2. Времени остается мало. Сил у нас больше, я не сомневаюсь. Ой, как здорово, как же здорово! Только струну уже такое очень требовательное отношение. Но вот смотрите, смотрите, у него два гола сегодня. Один дальним ударом, другой головой. И простая ситуация. И голевая передача. Пуличок. Посмотри, голову подними. И вот так. Ой-ой-ой. Вот это могло быть очень красиво. Сходу струн бил. Вот так. Вот так перекладина перевел. Переплатируй его. О, Миша полетел. Товарищ, я заеду. Я заеду. А выиграл. Я, да что с тобой? Я у кого-то нагрузили мешками по 10 килограмм. Давай бегай. Да, ля-я-я! Обидно, что умира все на поле. С ним говорят, просто интересно смотреть с углом. Лева, смотри! Поведи, веди, веди. Поведи, веди. Правда! РФ! Вот, ну! Здорово! Ой-ой-ой! Да! Ого! Победный, блядь. Да, это победа. Ердос забил. Ну что, семья? Наконец-то рубили. Хороший. 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 Везем, приехали. А так все остальное было зря, да? Вот только из-за этого. Какие все голосовые. Замечательно. Вали! Вали! Да ладно, я не забью. Ну кто, кто знает, что в защите будешь играть. Спасибо. Вам огромное большое спасибо. Спасибо, что приехали. А это вам Северновского моря. Ну все. Спасибо. 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 Не дергайся. Семь или восемь. Правда? Субтитры создавал DimaTorzok